Всех вольных сталкеров приветствую! С вами, как всегда, Андрей. Продолжаем прохождение трилогии Зауруса. На очереди у нас третья часть под названием «Долг и философия войны». Если ты не видел первые две части данной трилогии, то есть модификацию «Апокалипсис» и модификацию «Поиск», то обязательно посмотри их на моем канале. Ну а мы начинаем прохождение. Значится, поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, воодушевляющее начало, да? Показали нам стрелка, который решил уничтожить все человечество. Да, ну ладно, что поделать. Значит, наверняка ты в курсе, что «Долг и философия войны» — это модификация, которая вышла в 2011 году. Заурус, да, создал... В общем-то, он за год создал аж три модификации. Это, ну, удивительно. Не знаю даже, кому еще удавалось сделать такое. Три мода подряд за год — это сильно. Ладно, тем не менее, значит, соответственно, давай посмотрим, что у нас с тобой имеется. Ну, такой скудный хабарок, да? На первое время есть Вальтер, есть Гроза под 5,45, да? То есть, как бы, не под 9,39, а вот именно 5,45. Есть 60 патрончиков. Неплохо. И, ох ты, экзоскелет ПНБ, да? Базовый прибор ночного видения заменен на более современную модель с цифровой фильтрацией сигнала. Ну, в общем-то, и 500 кг, да? Этот наш любимый, любимый экзоскелет, да? Ты помнишь, в первых двух частях он нам неплохо служил. Видимо, когда Стрелок уходил из зоны, припрятал здесь, а мы его, в общем-то, нашли. Да, за кого мы играем, в конце концов? Надо еще определиться, кто мы, кто мы и что мы, да? Значит, за немца мы играем. Немец, 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 немец. Опытная группа поиск. Ну, естественно, да? Немец нам знаком по первым двум модификациям. Это, в принципе, все понятно. Значит, все, статистика у нас пока пустая, репутация очень хорошая. Ну и, в принципе, здесь все по стандарту. Да, ничего вроде бы нового я не вижу. Военные нам все нейтралы и отлично. КПК забыто кем-то в баре. Кроме того, в Библии тоже говорится о бесах. Например, Иисус изгнал их из одного парня. Так что, ничего страшного. Когда Иисус спросил парня, в котором были бесы, как его зовут, бесы ответили и еще сказали, что он должен вступить в иностранный легион или что-то в этом духе. Не знаю, по-моему, как-то что-то прям не совсем не понял, о чем здесь идет речь. Если вы понимаете, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Так. И, соответственно, заданий у нас пока никаких. Абсолютно. Ну и давай посмотрим с тобой, естественно, локации. Да, какие у нас имеются. Так, да, по стандарту все. Похоже, что как и в первых двух частях, да, все локации нам до более знакомые. Да. В общем-то, да. Свалочка. Бар. А, Мертвый город есть здесь. Да тут уже интересно. Я люблю вообще, в принципе, битлские локации. Да и вообще любые новые локации, которые добавляются в моды. Вот. Потому что на старых локациях, знаешь ли, и так приедается. Но вот так обратите внимание. Да, Мертвый город есть. Это не может не радовать. Ладно. Давай, соответственно. Ты кто у нас такой? Вован Механика. Доброго дня. Так. Что за паника на корабле, Вован? У Аниканова. У Аниканова спроси. Задобал он учебными тревогами. А у меня, как назло, после вчерашних грибочков днище выбило. Да, еще Толян. Там тебя какой-то иностранец спрашивает. А кто такой? Впервые выезжу. Бергером назвался. По всему видно не бедствует. А точил у него армейский хаммер. Вы же без денег с парнями сидите. Наверное, контракт новый наклевывается. Если что, с тебя с Уин Ши. Ладно, посмотрим, что за бюргер. За бюргер. А вышел я из туалета, а ты набрал в туалет, да? Да, ты, походу, наоборот, в туалет. Так, и если что-то чинишь. Сталкер. Приветствую тебя в моде. Сталкер. Долг салсофии войны. Удачной охоты. Ладно, чувак, беги. Беги в туалет. Действительно пошел, нет? Да, вроде ходил. Да, сейчас только наблюдать за такими вещами. Тупо то задание, которое я заслужил. Ну, слушай, здесь, как обычно, можно немножечко подсуетиться. Да. Тех же самых патрончиков поднабрать. Почему бы? Почему бы и нет в очередной раз. Так, место для сна здесь имеется. Соответственно, да, нож у меня, что ни на есть, самый обыкновенный. И, в принципе, все. Ну, и, честно говоря, вот эти вот покачивания камеры, я вообще не люблю вот такое вот дело. Поэтому давай, ведем просто-напросто одну известную консульную команду. И все. И вот тут более-менее уже комфортно. Честно говоря, у меня даже бывает порой голова начинает болеть от таких вот... От этого вот всего. Поэтому ну ее нафиг. Ну ты понял, короче. Ладно. Соответственно, на чердачок еще залезем. Но это чуть позже, да? На чердачок еще залезем, это мы позже. Надо здесь все осмотреть. Вон Хаммер. Вот, наверное, Бергер. А ты помнишь, Бергер это нехороший человек был, да? В параллельной вселенной. Во второй части. Наверняка ты это помнишь. Мы его там прищучили. Капитан Полянин. К чему я это? К тому, что как бы надо с ним ухо востро держать. Но правда немец про это не знает. Это знает только Славин. Потому что мы во второй части играли за Славина. А никак не за немца. Но, тем не менее. Ладно. Там у них еще закусон. Уж не будем закусонтовывать. На Хаммере прокатнуться можно? Нет, нельзя. И внешний вид не внушает доверия. В общем-то. Привет. Добрый день. Вы спрашивали меня? Гуден дак. Хейн сталкер. Мэй нейм из Бергер. Их бин дер... Верттрейхер. Дер... Гейсел... Сори за мои знания. Познания. Иностранных языков. Э, не гони лошадей. Не понимаю. Ферштеннихт. Ферштензи. Мне сказали, что вы немец. Ну, немец мой прозвищ, а сам я русский. Теперь понятно. Я всего три дня в зоне, но уже многое слышал о вашей группе. Группе поиск. И заметьте, гейр немец. Слышал только хорошее. Ну, вроде бы никто не жаловался, это точно. А что вы хотели, гейр Бергер? Ваша группа, я знаю, занимается основным розыском пропавших сталкеров. Ну да, это так. Мне поручили предложить вам работу. Вам, я имею ввиду, вашу группу. Слушаю вас, гейр Бергер. Полгода назад пропал сын одного из руководителей нашей корпорации. Рихард Блюме. Нет, не здесь. В Испании. Молодой человек отдыхал там. Приличный молодой человек из приличной семьи. В один из дней он просто не вернулся в гостиницу с прогулки. Розыск результатов не дал. Рихард Блюме пропал бесследно. Так, и вы решили поискать его в зоне? Я понимаю, дорогие ситуации, но в голову лезет старая шутка. Что ищем? Часы. Где потерял? Там. Почему здесь ищешь? Здесь светлее, легче найти. Он был сталкером, этот Рихард Блюме? Кстати, можно сменяться после шутки. Сталкером? Нет, что вы. Я же сказал, приличный молодой человек. Биатлон? Да. Сталкерства? Нет. Какого уж черта, Гербергер, вы решили поискать Блюме в зоне? Его отцу деньги некуда, чтобы девать? Гернимец. Имеет терпение. Сейчас я все объясню. Несколько дней назад группа из трех сталкеров заночевала возле завода Янтарь. На их костер и вышел тот зомби. Какой зомби? Не знаю. Я ни разу еще не видел ни одного, поэтому не смогу описать, какой именно. Продолжаем. Те сталкеры возвращались из долгого рейда. Контейнеры полны артефактов, но из боеприпасов пять патронов на три ствола. Им повезло, а зомби оказался вполне мерулюбивым. Посидел полчаса среди боявшихся. Пошвильнуться сталкеров, бормоча что-то не связанное. Потом протянул к ближнему, к нему, сталкеру КПК, или, как вы здесь и говорите, ПДА. Внятно сказал, это нужно отдать. И ушел. Да, железные нервы у тех парней. Слушай, действительно, зомби подошел. Ничего себе. Да, железные. Они не бросили КПК в огонь, а заглянули в него. Там были фотографии Рихарда Блюма. В компании сталкеров. И заметки о городе-призраке. Оп-информации с КПК получил отец Рихарда. Все сопоставили, и вот я здесь. А могу я взглянуть на эти фотографии? К сожалению, гернемец, к письму был прикреплен Троя. И при первой попытке сохранить все, все, и письмо, и 7 гигабайт информации, и даже сам Троя, все уничтожилось. Уж это не мне эти ваши буржуйские нежности. А просто переснять вживую с монитора на камеру нельзя было, да? Вас? О? О, об этом никто и не подумал. Так вот, сталкеры, общавшиеся, если можно так сказать, с зомби, должны были встретить представителей кооперации здесь на кордоне. Я прождал их трое суток, условленный срок сообщил Максу Блюме, отцу Рихарда. О возникших трудностях он предоставил мне полный карт-бланш, и вот я решил, все обдумав, обратиться за помощью в этом деле к вашей группе. Но это вы правильно решили, Гербергер. Вы находите одного из трех сталкеров, у которых был в руках КПК, как я предполагаю? Рихарда Блюме? Доставляете его сюда, а я, в свою очередь, выплачиваю вам вознаграждение 15 тысяч евро. Ну, заманчиво, но я должен узнать мнение группы. Пока это невозможно, связь глючит. Аванс 1000 евро. Я выплачу вам немедленно, сразу же после подписания контракта. Не хочу скрывать от вас, герниемец, о моей осведомленности по финансовой проблеме вашей группы. И заметьте, ничего противозаконного, только найти и доставить одного из троих. Ну, а при неудаче аванс не возвращается. Это я знаю. Так что вы скажете, герниемец? Ну, я согласен, дело-то хорошее, человека из беды выручить. Думаю, что группа не обидится, если я подпишу контракт, не имея формального согласия с членом группы, да? Лейтенант Аниканов, который, оказывается, тоже здесь. Отлично. Ну, Аникану ты тоже помнишь, да? И что, получается, контракт мы подписали. Без согласия... Без согласия группы. Ну, я думаю, что Славин будет... Ой, как... Недоволен. Потому что он-то знает, кем был Бергер. Параллельной вселенной. Параллельной вселенной. Так, говорит, поднимись наверху, значит, где-то. Блин, а вот эту вот глушилку никак я не могу отхреначить на фоне. Почему вообще тревога? Нет, ни хрена нельзя. Ни...фига... нельзя. Говорит, поднимись. Здесь вроде никого. А где же этот... Аниканов? Там, может быть, на той стороне. Скорее всего, да? Да, наверное, здесь. Да, лейтенант Аниканов. Связь заработал, Стас? Билиберда какая-то в эфире. Толян, бой в Припяти, апокалипсис, сын, твою группу напали. Вертушки там рельеф учужит. От нас группа спецназа отправляется в Припять. Давай, дуй к ним. Ну, понял. Вот, а я сразу уже, получается, здесь. Вместе с группой спецназа переместился в Припять. Вот это тут хорошая тема, да? Вот борьба с бегательной. Отличная штука. Вот. Хотя бы хоть как-то минимизировать. Вполне себе. Почаще бы так вот. Потому что если делать нечего, то в данном случае это лучший вариант. Эээ, простите, а как я должен здесь спуститься так, чтобы не разбиться, а? Кто-нибудь знает? И куча трупов. А во. Апокалипсис, да, функционал. Ну, здесь бой был. Ё-моё. Такой бой, что и... Зона такого давно не видывала. Ну, помнишь, да, во второй части здесь была конкретная заварушка. Да. Да я так понял, этажом выше, да, люди, которые отображаются у меня здесь на ПДА. Осталось только найти лезетку. Вот она. И... Давай поднимемся с тобой. До встречи, сержант Загороднёк. А с вами, наверное, ни с кем и не поговорить, да, в общем-то. Да, ничего такого мне и не скажете, да. Ну, тогда я сейчас просто двину на базу поиска, да и всё. Если я в Припяти нахожусь, то Славин здесь. Нам туда, мне. Интересно, кто все трупы обыскал. Тут трупов 100, не меньше. И не все пустыни. Ну, ладно. Сообщить группе про контракт. Вот только я подошёл к базе поиска, да, как у меня появилось задание. Активное. Найти свои в Припяти немец никогда, в севернее бара, в зоне неба. Но знают, что база группы находится в здании ДК. Ну да, это мы знаем. Так, и на блокпосте объявился иностранец, интересующийся группой поиск. Переговорить, снимавой с работы подкинет. Так, работа на Бергер, это понятно. Здесь есть чем поживиться-то? Да, ночная звезда. Понятное дело. Колобочек. Ружина. Берём всё. Ух ты, сколько здесь всего. И китрошок навыпадал. Это неплохо. И вон ещё одна. Звёздочка. Замечательный хабарок, согласись, да? Просто отменный. Так, ну здорово, ребята. Здорово. Здорово, немец. Улетела вертушка? Да, здорово. Сбросил нас и фить. Пешком придётся тебе на гордон вертаться. Не хочет Славин дел с Бергером. Сказали ему. Ругаться начал. А не знакомые? А Бергер сказал, что только три дня в зоне? Славин-то где? На КП, где же ещё? Ну, пойду потолкую. На днях вот к долгу заходил. На огонёк. И как? Ну как, должен остался? А потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят, мужик свободен. Ну, в общем-то, я не удивлён то, что Славин, как бы, ну, против всего этого. Он же... Второй часть, ты помнишь, да? Пришил от у Бергера. Бергер был плохим человеком. Нехорошим человеком он был. Ох ты! Сто пятнадцати фэнок. Это, наверное, собрали они с тех трупов, да? Которые были у школы, у детского сада того, да? Где я был? Куда нас сначала переместили? А вот, оказывается, куда делось всё добро. Понятно, понятно. Ну, давай, может быть, что-нибудь заберём. Ну, там хотя бы несколько аптечек. Вот. Гранаток. В принципе, чё бы нет. Ну, брать много не буду. Бинтиков возьмём, да? Я же в доле, наверняка. Славин же не будет против. Чё такое? Почему? Почему раскалываются бутылки? Некоторые сталки, они захотят говорить, если вы будете тыкать им оружие в лицо. Чтобы спрятать оружие, достаточно выбрать бог. Так, понятно. Что скажешь, батя? Здорово, Славин. Ну как все, целые? Царапины. Ты зачем здесь немец? Ну, Стас Аниканов сказал, что в Припяти заваруха. Что группа спецназа сюда направляется. Я с ними и прибыл. Жарко было. Жарко, батя. Если бы Ярославкин не достучался до Летунов, плакал бы ты сейчас над нашими остывающими молодыми телами. Трофею взяли богатую. Опять же, можно теперь подходящей работы дожидаться. Слушай, Славин, так контракт же есть. Появился в зоне богатый буржуин. Бергер, фамилия его. Он готов оплатить розыск одного сталкера. Погоди, батя. Глухой? Я сказал. Подходящая работа. Работа на Бергера не вкувает в эту категорию. Так что забудь. Да что у тебя к нему? Не, я вижу богатый. Наверное, не курит и не пьет. Сволочь, одним словом. Но работа-то. Просто найти человека одного из трех и все. Немец. С Бергером дел не будет. Твое решение, парни. Пойди, поговори. Ну ладно, пойду и поговорю. А вот возьму и поговорю. Да, с Бергером, говорит, дел не будет. Хочешь и не хочешь. Ну а что, я думаю, и парни. А что парней спрашивать? Никто, я думаю, не пойдет. Все за своим лидером же идут. Привет. Поговорим, Тимоха. Располагайся, Толян. Сейчас тушенку подогреем, водочку остудим. Ты про работу по заказу Бергера? Что думаешь, Тимоха? Славин говорит, что Бергер этот гад. Понял. Ответ можно воспринимать как нет. Привет, Андрей Че. Ты со Славиным, Андрюха? Немец. Я Славину верю. А мне, значит, нет. Тебе тоже? Ну, нутром чую. Славин что-то знает о Бергере. Ну ладно, не тушься. Не тушься. Привет, Саня-Царь. Дай угадаю. Толик, я со Славиным, да? Толик, я со Славиным. Понятно. Серега. Блин, немец, знаешь, не начиная. Понятно. Ты трезвый? Я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не поднял. Поперся. Класс. Блин, так не смешно же. Привет. Не хочет Славин про Бергер даже слышать. Поговорил? Да поговорить-то поговорил. Ты как думаешь? Как и Славин? Немец, мы с тобой друзья. И помню я, как ты мне жизнь спас. Но не стал бы Славин просто так контриться на кого-либо. Ну, ясно, я тебя понял. Я тебя понял. Хорошо, давай к Славиным вернемся. В общем-то... Да, что сейчас? Придет с нами у меня одному за эту работу взяться. Тем более я контракт подписал. Вот. Надо найти мне одного из трех сталкеров, которые... Видели зомби, который передал ПДА этого разыскиваемого пропавшего сынка-миллионера. Ну, поговорили. Все понятно, батя? Ну, я пообещал человеку и выполню работу. Твое право, немец. Помощь не жди. Более того, при первой же возможности я грохну Бергера. Ты меня знаешь. Все, базар окончен. Да уж, поговорили. Называется, действительно, поговорили. Ладно, в итоге это получается, что у меня остается там. Это можно на пояс. Колобочек. Это тоже на пояс. Так, от радиации у меня нету, да? Ничегошеньки. Ну, ладно, пока это не будем вешать. Ладно, значит, и фэнки я эти трогать пока не буду. Ну, ни к чему они имеют. Никуда их тащить. Продавать. Ладно. Работа на Бергера. Ладно, давай тогда вернемся к Бергеру. Сообщим ему, что придется мне браться за работенку-то. Собственноручно отказалась наша группа. Да и потом надо ему еще этому Бергеру сказать, чтобы от Славина-то, в общем-то, прятался. Иначе Славину завалит. Я пока... Ну, немец, по крайней мере, не понимает за что, но мы-то с вами знаем, да? Мы-то все прекрасно понимаем. Ну и вот теперь беготня начинается. На честь все локации на кордон. Поехали. Все в лучших... Как я говорю, все в лучших сталкерских традициях. Побежали. Ой, а на радаре-то какая-то перестрелка началась. Но мне все нейтралы, да? И монолиты в том числе. Интересно, кто против кого, кто за кого. И стволы какие хорошие. Ну, долгутся против собой, да. Кто против кого, я не понимаю. Ну, я тут немножечко пособираю. Ну, ладно, эти разборки, это не мое дело. Вот. Мы с тобой вот сейчас сюда залезем. Ну, уж по старой... По старой доброй традиции, да? Здесь ведь есть чем поживиться. Тем более, возможно, работает код. Нет, что-то не работает. Ну, ладно, там три аптечки-то. Ладно, хрен с ними, да? Ладно. Ой, а это что такое? Огнемет? Ой, как классно. Подожди-ка. Наверное, скорее всего, это крест и предметы. Ну, я думаю, ничего страшного не случится, если я возьму... Попользоваться, так сказать, а? Готово? А, ну это фантом был. Дальность достаточно-таки хорошая, да? Дальность действий-то. Ты глянь. Да, походим вообще без проблем. Без проблем походим. Интересно, заряд это как? Так, стоп. Стоям-ба. Разрядить все. 400 единиц. Так, ну давай сложим. Или возьмем. Или сложим. Сложим, наверное, пока. Ладно, а то, мало ли. В ГК. Горючее. В ГК. Не знаю, как переводится. Как расшифруется. В ГК. Так, ну псевдогигант. Испытаем. Готов. Один ваншот. И псевдоч готов. Ну, в смысле, ваншот-то есть один выстрел. Ваншот один. Так. А, естественно, по старой доброй традиции, я не могу пройти мимо вот этого колондайка артефакта. Артефактов. На все это мы с тобой вешаем на пояс. Ну, золотая рыбка, естественно. И, конечно же, заберем колобочек. Который также здесь всегда. Да, найти бы еще артефакт от радиации. Вот. И еще бы мне бы найти на выносливость. Я в трупе нашел вот вспышку. Но этого недостаточно. Ну, что же, я у перехода на армейские склады. И вот меня сопроводили здесь несколько вылетов. Да, вот эта вот часть трилогии в плане вылетов, конечно, менее качественная, чем предыдущие две части. Но, тем не менее. Кстати, пока переигрывал. Побежал искать артефакты. Да, и вот у меня там уже не оказалось на том месте пустышки. Да, вот здесь вот помнишь, мы тут собирали уже в какой очередной раз уникальные артефакты. И вот пустышечки там уже не было. Ну, ладно. Значит, будем без пустышки. Так, переходим. Откликнуться на сообщение Кэпа. Да, давай подойдем, посмотрим, какое дело есть у Кэпа. Ну, может быть, помочь отразить атаку на барьер. Скорее всего, да. Он все-таки начальник барьера. Здорово, сталкер. Что-то не припомню я тебя. Я Кэпа, а ты у нас? Я немец. Немец? Не, не помню. Но будем знакомы. Куда путь держишь, дружище немец? На кордон. Разговорчивый ты наш. Слушай, не в службу, а в дружбу. Сопроводи, придурка, одного к доктору на базу. Тоже через барьершу. Только на радар. Крикнул ему часовой. Стой, стрелять буду. А этот чудил огрешный. Спрятаться решил за валунами. Ну, Мишка рыжий из пулемета по нему и засадил. Да нет, не зацепил. Так, крошевым посекло. До утра вагончик определили его. А оно, видишь, как вышло. Сепсис, похоже, начинается. Горячий, что печка. И пургу метет. Да все про крыс. Отведешь? Понимаю, не по пути. Но у меня каждый боец на счету. Сам видел же, что на радаре началось. Ну так как, брат-немец. Ну, отведу. Он не буйный, не сбежит. Да тихий он, не переживай. А тебе вот лунный свет называется. Нормально? Спасибо, ценна арт. Слушай, ну отлично. Лунный свет мне еще дал. Да, выносливости мне как раз таки не хватало. А мне вообще бы по-хорошему поискать бы артефакты на выносливость. Ну какие-нибудь такие прям топовые. Так, это мне. Это мне. Так. Ну что? Бедняга. Гош резный. Здорово. Да, дела. Идти-то можешь, друг? Да-да, мне надо идти. Ждут меня в горкоме. Крысы. Кругом крысы. Ну пошли, провожу тебя. Куда? В горком. Как раз туда шел. Друг мы его захватим с собой на бай свободы. И в горком. Пошли, пошли. Крысы. Везде крысы. Ну давай, пошли. Так, ну вот хороший. Можем бы всех пострелять бы. Вот. Там я смотрю всяких монстриков полно. Смотри, какой звук, да, получился. С глушителем. Кстати, отдачи никакой вообще в оружии. Что, в общем-то, не может не радовать. Ну я не знаю, побегут эти мутанты или нет. От них пока только больше шуму, нежели опасности. Вот. Но это все равно, как бы, барьер. Немножко можно и подмогнуть. В конце-то концов. Так. А если без глушителя? Ну, рой тоже отдачи никакой. В принципе, в принципе, да. Так, в комплекте есть несколько переходников под разные калибры. Использование глушителя никак не влияет на урон. Поэтому, в принципе, все должно быть нормально. Ладно, давай. Так, вогов у меня пока еще нет. Но с прицелом, с оптикой прицелиться будет. И стрелять и вогов вообще неудобно, да. Ну ладно, разберемся. Разберемся. И здесь еще какой-то тайничок, да, нарисовался. А барс пятого машины. Ну, тайники-то все оригинальные. Посмотрим. Может быть и возьмем. Может быть и возьмем. Давай, Гоша Резанный. Сейчас доведем его, самое главное. Да, Гоша Резанный. Так. Аккуратнее. Так. В казарму, да, отведем его сейчас. Вот у них, видимо, госпиталь. У свободовцев. Сюда его сейчас отведем. И все будет супер. А ты, типа, доктор, да? Да. Доктор не вызывает доверия. Все, лег. Кто бы хотели? Доктор Лектор. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Что с вашим другом? Да болен он. И не друг он мой вовсе. С барьер вашу забрал его. Ну что ж, спасибо. Что-нибудь еще? Да нет, вам спасибо. До свидания. Лукаш. Решил нас пригласить к себе. Во, и вог. Первый вог достался. Отлично. Ну-ка, давай-ка у вас здесь немножечко поворотик-то пособираем. Да, ты глянь, сколько игрошоков падает. Раз добыть бы мне даггер. Вообще было бы шикарно. Здорово, великолепно. Ну, тут у нас все без изменений, да? Отвянь! 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 К арсеналу, как всегда, меня не пускают. Что можешь интересно рассказать? Да какое новое? Артефактов тут давно уже нет. А вон в домиках тех, раньше кровососы жили. Мы их и отстреливали, как могли. Сейчас вот пошел, и не могу до места дойти. Интуиция или что? А не могу туда, и все. Никак. Ну и по торговле у тебя в общем-то все стандартно, да? Ничего такого прямо сверхъестественного ты не продаешь, да? Какие-то там новиночки или уникальное оружие, ничегошеньки в принципе нет. Так, ну здесь никого. Ладно, к Лукашу сразу же. Привет. Привет, Лукаш. Звал? Привет, и тебе, немец. Это хорошо, что отозвался, иначе бы не вышел с базы. В смысле, что так? Скажи мне, немец, похож я на дурачка? Вроде нет. Спасибо. И вот, что я подумал. Почему немец, который ни разу в Север Дьебара не был, идет сейчас с радара? Почему он вне группы? Почему он одиночка? Было сообщение от группы поиск о боях в Припяти. И я послал туда бойцов. И Деймос послал людей, и Воронин. И все посланные группы схлестнулись между собой на радаре. В чем дерьмо, немец? Объясни. Кстати, да, мы когда шли, там действительно перестрелка была. И монолитовцы, и долговцы. Свободовцы. Я не знаю, мне нечего сказать, Лукаш, почему так вышел. Сами разбирайтесь. А ты не в курсе? Ладно, поверю. Но если ты что-то узнаешь, ты же не станешь утаивать от своего старого друга Лукаша. Нет? В стукачи мне записал. Мне не нужна бойня в зоне немец. Я хочу понять, что произошло, и мирно урегулировать ситуацию. И честно. Немец, выбора у тебя нет. Так что, дружим? Ну, дружим, веришь, я сам не хочу войны. Немец, если вы еще не ушли базы, зайдите, пожалуйста. Какой-то странный, Лукаш, разберись, говорит, сообщи мне, информацию. Если там со своими бойцами не можете разобраться, а какая попала информация не нужна Лукашу. Предложение, догадки немца тоже вряд ли затресуют его. Но все, закончился перемирие, закончилось перемирие. Вот и все. Что тут гадать-то, думать-то? Все, долг против свободы, свободы против долга. Монолитцы вообще против всех. долг и свободы против Монолитцев. Перемирие закончилось и все. Или Лукаш каждого встречного и поперечного спрашивает, почему перестрелка началась. Странный действительно какой-то человек. Что вы хотели? Что еще, док? Вашему другу стало хуже немец. Сильное нервное истощение. Он погружается в катоническую кому. Скоро бормотать перестанет. Нужен инсулин. Так у меня нет. И повторяю, не друг он мне. Запомню, жарь болит. У Сидора есть. Он диабетик. Сидор диабетик, ничего себе. Ну и как вы себе это представляете? Метнусь по-молодецки когда обратно. Что-то надо делать. Знаете, я готов заплатить. Ладно, не надо. Сделаю, что смогу. Действительно. То, что Сидор диабетик, это, конечно, я не знал. Без инъекции инсулина, резаной с большой вероятностью, может впасть в кататоническую кому. Инсулин есть у Сидора. Как у старого диабетика. Да, и шаг ем. Подробности личной жизни всплывают. Про Дуг Сидора. в принципе, да. Можно сказать, что он похож на больного. Только что я бы никогда в жизни не гадал, что у него именно диабет. Я думаю, единственное, чем он болеет, это жадность. Так, ладно. Мужик, у тебя сломалось что? Сломалось? Так ты не ко мне. Ух ты. А меня задолбали уже. Как что сломаются, сразу сюда бегут и конючат. А ты кто? Механик я, самоделки, стволы ремонтирую, и вообще все, что принесут. Сейчас вот машина решил в порядок привести. Получается? Какое все хлам. Задолбался уже. Слушай, у тебя водочки нету? Я тебе хочешь? Прицел хороший, долба. Оптика выше сорт. Ну, держи. Ну, спасибо, уважил. Теперь я хоть будет чем чуть попожи расслабиться. У меня прицел был, да, так уже. Ну, ладно, уважим, да, уважим, в конце концов. Пусть. Надо мужика уважить. Пусть расслабится, да, вечерком. Так, кто у нас здесь еще есть? Hello, man, слышь, мы тут деньги на памятник. Редрику Шухарту собираем. Мне хочешь нести посильную плетту. А где стоять будете? Как где? Припяти, конечно, всего 500 рябчиков с тебя. Я лежа будешь. Редрик Шухарт, я и не знал того. Ну, держи. Какой базар. ты снял у меня деньги, да, получается? 85 722. 780. А, снимает деньги, блин, и каждый раз. А я уже внес через углубого. Редрик Шухарт. Что-то не помнит, кто поет. Редрик Шухарт. Так, ладно. Действительно. Видишь, памятник собрались. Ну, ладно, скинулся, ладно, ничего страшного, но уж конце-то концов. 500 рублей не такие большие деньги. Так, ну, здесь тушенка. Ну, ладно, здесь уж не будем все досконально забирать. Вот, сейчас в пару мест еще наведаемся. в принципе, здесь все. Пока что. Давай глянем, что в тайнике. Раз уж по пути. Раз уж по пути. Аааа. где он? Ты глянь, какой интересный, интересно спрятанный тайник. А, ну, багажнике, да. Радиация минус 30, выносливость минус 17. слушай, так это вообще шикарно, я тебе хочу сказать. Да. Не зря я сюда заглянул. Лоумен, слышишь, мы тут деньги на память к Редрику Шухарту собираем. Не хочешь нести посильную лепту? А где ставить будете? Как где? В Припяти, конечно. Всего 500 ряпчиков себя или жабы дышит. Какой базар держи? Я уже внес через Макса. Слушай, что-то не разводит меня. Кто это такой вообще Редрик Шухарт? Ладно, пускай. Пускай забирают. Надо, естественно, сюда заглянуть. Забрать здесь хорошеньких оборотчик. Да, да. Так, ну, бульдог, не знаю, буду искать, не буду. Нет, наверное, не буду. Артефактик сразу повесим. Ну, еще одно местечко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас, сейчас сожрут точно. Что-то какая-то убойность не очень. Да, угрозы. Какая-нибудь дробь пригодилась бы. Ну ты глянь. И все патроны-то уже ушли. Да. Да, дагера очень не хватает. Очень не хватает. В общем-то. Ну, вот зачем. Эти артефакты я стараюсь все добрать. Поэтому тоже возьмем. Да, соответственно. Да. Муфель. А я вот думаю в свободу что ли податься. Вон их баз на складах бывших армейских. А чего? Народ вроде толковый. Ну а что, безлаберные немного. Так это даже хорошо. Меня дисциплиной давить нечего. Сам знаю что делать. Не первый месяц здесь. Муфель. Уникальный персонаж, так по идее. Группа муфеля. Может быть как-то потом в дальнейшем с ними можно будет взаимодействовать. Посмотрим. А здесь на хуторке погибшие долговцы. Паша гвоздь. И условленный тайник. Да. Хороший вид не должны быть падать с них тайники. Потому что все-таки это ранг мастер. Да. Да. Ну, казалось бы. Да. Ну, можно, конечно, здесь еще вот тоже хабарочек с собой взять. Он лишним никогда не будет. Можно было бы более тщательно обыскать армейские склады. Да. И еще кое-куда заглянуть. Но дело в том, что я не думаю, что у меня прям у меня будет дефицит чего-либо. Вот. Единственное, только трупы стоит осматривать. Потому что с них, вот видишь, пятачок падает свободненько. Да. Вот. Ну, тут тайник. Тайник в бревне. Давай соберем. Чу, какая равенница, да? Ой-ой-ой-ой. Две аптечки возьму. Да. Время-то уже поздно. Надо ложиться спать, скорее всего, да? Однозначно. И, судя по трупам, которые я находил, да? По путям. Немец. Хорошо, что ты зашел. Вручай. По трупам долговцев, которых я находил, перемирие действительно закончилось. Ладно. Ну, и давай узнаем, что же нужно бармену. Видишь, уже не успел я зайти в бар, как уже. Какая-то работенка для меня появилась, да? Что-то случилось. Что-то произошло. Ну, быстренько заглянем. Спросим. Все-таки бармен, да? Бармен, есть бармен. Так, колбасочки заточим. Однозначно. Ящик какой-то. Никогда здесь обычно он не стоит. Ага. Телепорт. Че случилось? Жорик, привет. Здорово, Йорик. Здорово, сдай вещь, немец. Все. Правила на выходе заберешь. Понятно. А где мои шмоточки-то интересно? Куда теперь делись? Во, здесь все с пистолетами. Да вы прикалываетесь. Мне тут, значит, разули разделе. Гена Хакер. Приветствую тебе, сталкер. И тебе привет, солдат кибервойны. Действительно. Гриша Будулай. Починится в следующий раз. Торговля. Ну, Гриша Будулай, так же, как и Гена Хакер. Это нам знакомые все персонажи. Это Ермол. Здорово, Ермол. Ну, починить могут мне в принципе вещички, если понадобятся. Немец. Рад тебе видеть, дружище. Здорово, Эрнест. Бармен зовут на Эрнест. Что случилось, Эрнест? Трое в задней комнате. Не знаю, что им нужно, но чувствую, они опасны. А Гарик в отпуске. По болезни. Пронес что-нибудь? Ну, нож. Остальной у Жора все оставил. Да уж, профи их, мать, союз. Ладно, маяку, дорого. Да не гони, лошадей, Эрнест. Пойду посмотрю, может быть, зря напрягаешься. Немец, посторожней там. Хорошо, мамочка. Что-то было не к месту вообще. Угу. Что у нас тут? А тут бандиты. Водочку глушит. Закусал у них все дела. Нормально. Тебе чего, уважаемый? Привет, парни. Зашел сказать, что если есть дурная мысль, люб наехать на бармена, гоните ее нахрен. Эрнест наш друг, и наехать на него не получится. Че это наш? Группа поиск. А, понятно. Понятно, понятно. Так, уносим ноги. А у меня только нож, да? Так, минус один. Так, по-хорошему бы мне аптечку, ба. И пару бинтов. Давай возьмем. В конце-то концу. Не стоим на месте, не стоим. И у тебя аптечка, да? Супер. Понятно. С ножом на пистолет. Это то еще занятие. Так, может... Я дождусь, пока он израсходует. Так. Вот, перезаряжается. Готов. Поговорить с барменом. Что там у тебя за ствол-то был? Да Глок 17. В принципе, ничего примечательного. Водку вашу я всю заберу в награду. Вот гады-то, да? Приехали наехать. Приехали наехать на бармена. Так, забираем. Ну что, бармен, все готово. Дебилы и пятислов сказать не успели. Как петухи нам бросились. Спасибо, немец, выручал. Может, надо чего? Инсулин есть? Да нет, тьфу-тьфу. Пока не нужен. Может, у Воронина? Снабжение у долга хорошо поставлено. У Сидора точно есть. Зачем тебе? Не мне. Ладно, если что, зови. Привет, сталкер. Подходи, поговорим. Защитить вас от растущей зоны. Так, Глок. Да забирай, в принципе, Глок. Как она? Мне ни к чему. Вообще, без инсулина в зону, да и вообще с такими проблемами, наверное, лучше не соваться, да? В такое опасное место. А я так понимаю, я с барменом не смогу податковать, потому что меня тут постоянно будут... Да. Стряну. Да, а как шторговать-то теперь? Ты посмотри-ка. Давай, скинем лишнее. Остальное, если что, Сидору подойди, в конце концов. Артефакты, которые остались. Да, да. Интересно получается. Интересно. Так, а вы-то кто? Иванцов. Пойдешь с нами, немец. Это куда еще? У Воронина к тебе дело. Не дергайся, все нормально. Ну, пошли. Я как раз-таки к нему и собирался, да? Типа я под конвоем иду. Типа под конвоем. Ну ладно. Мужики, я знаю, где находится Воронин. Там и увидимся. Мир от растущей зоны. Раз уж вы меня туда зовете. Заставляете, так сказать, да? Туда идти. Сейчас поговорим с Воронином. Что скажет. Заодно посмотрим, есть ли у него действительно инсулин. Мужики, он смотрит на расползающуюся заразу зоны. Ступи в дом. Ну что, как здоровье, генерал? Твоими молитвами, немец. Зачем звал? Извини, не водку пить. Ну, понятно. Поступим так, немец. Я рассказываю тебе, что мне известно, что я думаю по этому поводу и что мы будем делать. Твоя группа наткнулась в Припяти на крупный отряд апокалипсисов. И не устрашаясь явно превосходящими силами противника, вступила в бой. Что делает честь храбрости ее бойцов. И в то же время свидетельствует об их безбашенности. Мы получили сообщение и бросили отряд спецназа в Припять. Дальше начинаются непонятки. Внезапно военные решают поддержать поиск. И поиск эту поддержку получает. Откуда военным стало известно о необходимости посылки вертужек в Припять, мне понятно. И опять же, перехватили сообщение, уже с борта номер такой-то, на базу. Что поиск загрузил с трофеями ЗИЛ-131, что, по-видимому, помощь больше не нужна. Вертушкун дал был приказ возвращаться. И на радаре летуны заметили четыре группы и линии трастеров, соединяющие эти группы. Сообщили командованию. Командование срочно перебросило бойцов с Ростока на радар. Так военные тоже оказались тянутыми в конфликт. Ты ведь через радар что увидел, что там? Воюют там генерал. Да. И главное, сообщения оттуда нет. Я бы послал разведку. Но что-то подсказывает мне, что разведчики тоже не захотят выходить на связь. Теперь, что я про это думаю. Пять нейтральных групп уничтожают друг друга на радаре. Ладно бы в темно-долене. Не так пугает. Ты понимаешь, о чем я? Не дурак. Пять групп потеряли разум и схлестнулись между собой. А сталкер из группы поиск, немец, проходит между воюющими сторонами, как Микоян между струйками и выходит слегонькие на склады. И даже голова не болит. Не болит ведь? Потом немец идет на базу свободы, дважды говорит с доктором-лектором, один раз самим Лукашом и прямиком в бар. Почему бы немцу сперва не доложить генералу Воронину о беспорядках на радаре и о трупах бойцов долго на складах? И я, начиная плохо думать о тебе, немец, почему ты одиночка, немец? Но это мое дело, генерал. Мое дело и мое право. Ну, хорошо. Ты не лукашевский шпион. Вышел из поиска, решил сам на жизнь зарабатывать. Что ж, бывает. О чем ты говорил с лектором и Лукашом? Не скажешь. Не скажу. Зачем? Ты же и так знаешь. Я привел к ним на базу больного. Гоша или Гриша, не помню. Рваный. Резанный. Да, точно, резанный. Сам ведь все знаешь. Знаю. И как мне поступить? У меня к тебе два предложения. Первое, вступление в долг. Под надзор берешь? Разумеется. Второе, в долг не вступаешь. Но работаешь на нас и по нашим заданиям. И времени подумать немецу, я могу сказать, нет. Так, хорошо, принимаю присягу. Если задания не будут конфликтовать с моей совестью, согласен сотрудничать с долгом. Нет, ну присягу принимать, ладно. Че, вступать в долг-то? Какой смысл? Если задания не будут конфликтовать с моей совестью, согласен сотрудничать с долгом. И на том, спасибо, немец. Иди в бар. Найди панцера. Наш начальник первого отдела. Он скажет, что надо делать. Панцер? Тут, который Беня? Не видел я его в баре. Может, отходил куда? Работу на Воронину. Я не знаю, что тут странно в том, что 5 группировок, типа, раньше были нейтральные, стали перестреливаться. Найти полковника панцера. Обычное дело, ну, закончился нейтралитет. Или, может быть, на радаре действительно мозги вскипели. И все поперли друг друга стрелять. Может быть и так. Талкер, защити мир от зоны. Просто я к тому, что это особо-то не вижу пока здесь ничего такого. Ну, ладно, хорошо. Нейтралитет типа действует. Ладно. По идее, да, ладно. Странно, почему они схлестнулись. Но, опять-таки, мало из-за чего, да? Причин там, может быть, уйма. Ладно, пойдем посмотрим, где этот панцер. Так, вещички сдавать, да, надо? Странно какая-то система, ну ладно. Помоги мирным людям. Есть вопросы? Привет, начальник. Вот уж не думаю, что доведется под твоим руководством работать. Рад? С детства мечтал. Ладно. Про детство босоногое мы с тобой на Крещатике. В пивной поговорим. Если же не будем. Зря отказался от вступления в долг. Льгот теряешь. Теперь о нашей совестной работе. Слушай. Ножом-то вижу, не растучился работать. Прав, Суворов. Пуля дура, штык-нож, молодец. Умеешь это? Хорошо. Потому что первое, что ты должен запомнить. С этой минуты твой щит – плащ. Твое оружие я таким жал. Противно даже. Это образное выражение. Проще говоря, включаешь голову и все. И что есть в ней и на ней. Смотришь, слушаешь, нюхаешь, пробуешь на вкус. Запоминаешь, чтобы без проблем проникать в любые точки зоны. Тебе нужен нейтралитет. Знакомо это слово? Если забыл, как это делать, напомню. Заглядываешь куда, жмешь на репутации, смотришь. Если что-то не нравится в отношении к текакуле в группировке, идешь к гене-хакеру. Сильно, не наглей. Друзья к наемникам или охотникам не набивайся. Заподозрят. Нейтрал – этого достаточно. Это второе. Третье. На задание ведешь себя паинькой, в разборки не лезешь, расспросами не достаешь, ни на что не обижаешься. Ясно? Так точно, шеф. Не понравился мне твой тон, немец. Есть незаконченные дела? Два. Лекарство у Сидора взять. И с иностранцами одним разговором завершить не дали. Иностранец? Бергер? Он. Мутный тип. О чем говорили? Ему нужно встретиться с одним из троих сталкеров. Все трое пропали. Просит разыскать хотя бы одного. Кто такие имена? Да не успел он сказать. Говорю же, не договорили. Что-то в этом есть. Договорись. Назовет имена, будем думать. Больше дел нет? Хорошо. За лекарство на кордон пойдешь через темную долину. Задача – предварительный сбор информации. Ферма, фабрика, АТП. Люди, группы, настроения, слухи. Посылают – ходишь. Достают ствол – бежишь. В лабораторию ни под каким предлогом не спускаешься. Ясно. Мне уже нравится с тобой работать, немец. Ни о чем не спрашивай, все тебе ясно. Не подверяешь мне? Нет. К выполнению знания. Парис, ступить. Есть. До встречи на странных это. Система. Произвести разведку в темной долине. Переговорить с лидерами и командирами групп. Ну что ж. Здорово, Эрне, здорово. Я у тебя, пожалуй, возьму парочку энергетиков. Ты же не против? Еще бы ты был против. Я же плачу за это все. На помощь мирным гражданам. Так. Так, так, так. А, ну тут понятно, все будет. Нет, здесь вещи хранить нельзя, потому что все это лишнее будет потом опять мне впадать в карман. Надо искать другой тайник. Короче, воронина будем хранить хабар. Ну и давай уже не затягивать серию. В следующий раз мы отправимся, соответственно, в темную долину, да, по заданию. А на этом я прощаюсь. Комментируй, ставь палец вверх и не забывай подписываться на канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!